Колоссальная фреска на хайлайн Брат и сестра Бай из Сенегала, Ваула из Гарлема Ну вот они встретились, посидели и стали символом мега проблем маленького человека в Нью-Йорке Почему именно они? Ответа нет Вообще случайный выбор персонажей для своих работ Это отличительная особенность молодой художницы Джордан Кастел Она берет обычного нью-йоркца и увеличивает его 10-кратно Гигантский мурал-намек появился перед днем Мартина Лютера Кинга Все знают о чем это, повторяться не будем Просто напомним Это проект Нью-Йорк, Нью-Йорк Город в городе и вершина скалы Как еще нью-йоркцы называют подарок от династии Рокфеллеров Рамен от Айвана по-нью-йоркски Какие секретные ингредиенты добавляет суп американский гуру японской лапши Киборги среди нас Зачем человеку чип в голове? И когда полуроботы станут полноправными членами общества? Они такие милые, такие мягкие, так и хочется их обнять, но лучше помочь материально В Нью-Йорке на столбах появились плюшевые коалы с желтым ярлыком На каждом ярлыке штрих-код И если вас довели до слез новости о миллиарде погибших в лесных пожарах Австралии животных Сканируйте смартфоном и жертвуйте, сколько не жалко для тех, кто уцелел Добровольцы Wires, это австралийская организация по защите дикой природы Нашли способ достучаться до нью-йоркских сердец Просто заказали на Амазоне сотню плюшевых медведей И закрепили их в разных частях города В том числе и на Бруклинском мосту Это 104-я коала, будет еще больше У нас тут еще целый мешок коал Мы потом едем в Челси и в другие части города Люди фотографируют, размещают в соцсетях Собрать пожертвования тоже важно, но главная наша цель Информировать о проблеме окружающей среды Пожалуйста, фотографируйте, ставьте теги и хэштеги Делайте пожертвования, распространяйте эту информацию Эта трагедия касается не только Австралии, но и всего мира Нью-Йорк в январе отметился аномально высокими температурами На прошлых выходных было плюс 20 А последнее белое Рождество в Нью-Йорке было вообще очень давно В 1998 году В общем, настроение праздников растаяло окончательно И сухой январь, о котором мы рассказывали еще на прошлой неделе Ровными трезвыми шагами шагает по Нью-Йорку Все уважающие себя бары предлагают мактейли Это коктейли без добавления алкоголя А уважающие клиенты в бары не убирают водку из Владимири и текилу из Маргариты Они вписывают новую страницу в историю барной культуры Нью-Йорка В эту алхимию погрузился Владимир Ленский Вот и елки все выбросили и гирлянды свернули Но дух праздника еще окончательно не выветрился Для того в Нью-Йорке и придумали, чтобы освежить слегка печень в сухой январь Ни капли алкоголя весь месяц Не употреблять спиртное еще не значит сидеть дома Нью-Йоркские пятийные заведения спешат услужить трезвенникам Барменам приходится проявлять изобретательность в данных условиях Так называется бар в Гринвич-Виллидж, где сухо не только в январе Многие люди употребляют в течение года Ну и на Новый год дают обещание поберечь себя Пить поменьше, есть поменьше Я лично считаю, лучше держать себя в норме в течение всего года Но если сухой январь кому-то помогает, то пожалуйста Безалкогольные коктейли – это новая сфера миксологии Те, кто хочет общения без похмелья, устали пить пустую газировку На каждый спрос находится предложение Мы даем всем желающим атмосферу бара Дружеской вечеринки общения Независимо от того, употребляете вы спиртное или нет Мы предлагаем вам настоящий напиток А не стаканчик лимонада, как ребенку В этом заведении не предлагают мактейли То есть традиционный микс минус алкоголь Скажем, кровавая мэри без водки А попросту томатный сок со специями Здесь настоящая лаборатория К вашему питейному удовольствию Применяют научный подход Жидкий азот у нас для охлаждения стаканов и напитков, например, газированных Мы также замораживаем азотом зелень, чтобы потом можно было измельчить в порошок и добавить в коктейль Алхимия вкуса спрятана за тяжелым занавесом Стеллажи до потолка забиты банками и склянками С корицей, кукурузой, китайским чаем и африканским кофе Кислотой лимонной, яблочной, молочной и аскорбиновой Все это смешивается, кипятится, возгоняется, замораживается И пропускается через центрифугу С одной целью, чтобы трезвому было веселее пьяного Самые дорогие сорта шампанского в процессе ферментации проходят преобразование винной кислоты в молочную Мы имитируем эти свойства вкуса, смешав в лабораторных условиях молочную и винную кислоты Полученную смесь разбавляем водой, добавляем пару капель в напиток И получаем эффект коктейля с шампанским без спиртного Для тех, кто рискует, но не пьет шампанского, Боби предлагает бокал проницательности Это его изобретение Олдфэшн по виду и текстуре По рецептуре осветленный томатный сок и нектар маракуй Вкус получается сдержанный, слегка сладковатый, с кислинкой Эта комбинация очень давно известна в британской кухне Из них делается множество джемов и жилет Мои детские воспоминания о бабушкиной кухне Маракуйя и помидоры вместе Удачный коктейль – это не только вкус, но и текстура Спиртное обладает определенной тяжестью Газировки и соки легче, да и пьются быстрее Чтобы придать нужный вес, в трезвую микстуру здесь кладут глицерин Или сорта сахара, который скорее встретишь не в баре, а в пекарне Здесь вообще не боятся играть с огнем Впрочем, это вполне безопасный эксперимент Зажечь по-настоящему на трезвую голову Модная Манхэттенский район Хадсон-Яркс и космическая инсталляция Весел – это символ Нью-Йорка 21 века Любительно так же, как век назад для Нью-Йоркцев прообразом города будущего был Рокфеллеровский центр Весной здесь откроют еще одну смотровую площадку Она будет самая высокая в мире Но если вы выбираете между этой, Freedom Tower, Empire State Building или вершиной небоскреба на Рокфеллер Плазе Выбирайте Top of the Rock Почему? Потому что там открывается круговой обзор на город Рокфеллеровский центр только выдохнул после праздников И теперь самое время рассмотреть его во всех деталях Грандиозный городостроительный проект, изменивший силуэт центральной части Манхэттена Ода архитектурному стилю арт-деко Рокфеллер-центр вот уже почти сто лет Один из главных символов Нью-Йорка Его не зря называют город в городе Огромный комплекс из 19 зданий был заложен в 1931 году и постепенно расширялся На его строительстве были заняты в разное время от 40 до 60 тысяч человек Первыми появились 14 офисных зданий в стиле арт-деко, окружившие торговую плазу Новое слово – к достроительстве начала прошлого века Так называемый променад протяженностью в один городской квартал серии фонтанов Это своего рода парадный вход в Рокфеллер-центр с 5-й авеню По замыслу он должен уже настраивать посетителей на то, что внутри они увидят нечто впечатляющее Рокфеллер-центр – первый частный строительный мегапроект новейшей истории, возведенный на деньги семейства Рокфеллеров Он стал эталоном урбанистического ландшафта в США 30-х годов Комплекс раскинулся на площади 8 гектаров Все здания в одном архитектурном стиле Пешеходные мощеные улицы, центр с фонтаном Эту продуманность замечаешь сразу, как попадаешь сюда Вот уж действительно Рокфеллер-сити в центре Манхэттена Центральная часть плазы зимой превращается в каток Культовое место, знакомое многим по голливудским фильмам Магнит для туристов и традиция для нью-йоркцев Впервые этот каток залили в 1936 году в разгар Великой депрессии Чтобы привлечь посетителей в недавно открывшийся Рокфеллеровский центр Традиция прижилась и сегодня без этого катка себе сложно представить новогодний сезон в Нью-Йорке Золотой Прометей Одна из самых узнаваемых и самых фотографируемых статуи в Нью-Йорке Ей лучше всего любоваться во время прогулки по льду на коньках На самом, пожалуй, знаменитом катке Нью-Йорка у Рокфеллер-плазы С октября по апрель его посещают по меньшей мере 150 тысяч человек В архитектурном смысле центр комплекса 70-этажный небоскреб В отличие от Chrysler Empire State Building у него не было шпиля К тому же здание было плоским Нью-Йоркцы прозвали его плита Высотой 259 метров небоскреб Рокфеллер-плаза 30 Входит в десятку высочайших зданий Нью-Йорка В 1989 году группа компании Mitsubishi выкупила комплекс у семьи Рокфеллеров Но центр по-прежнему носит имя Джона Рокфеллера-младшего Разработчика и главного инвестора проекта В память о Джоне Рокфеллере-младшем монумент его честь И цитата Я верю в ценность каждой личности Ее право на жизнь, свободу и стремление к счастью В 30-х годах в Рокфеллер-центре находился офис британской разведки Дружественная США, союзническая держава Сняла для своих работников три этажа Во время депрессии Многие из этих офисов пустовали В лучших традициях арт-деко здания украшены барельефами различной тематики Причем обильная эта особенность Рокфеллер-центра Нигде больше на Манхэттене зданий с этим архитектурным декором В таком количестве вы больше не найдете Пожалуй, самый известный барельеф Фрис Расположен над главным входом здания Работа американского скульптора Лори Ли И цитата из книги пророка Исаи Настанут безопасные времена твои Изобилие, спасение и мудрости Концертный зал Радио Сити Мюзик Холл Настоящая легенда Визитная карточка Рокфеллер-центра и Нью-Йорка Дизайн надписей из Дневных огней Не менялся с 30-х годов прошлого века Развивающиеся флаги придают Плазе особую торжественность По будням это, как правило, флаги стран-членов Организации Объединенных наций К Рождеству их меняют на праздничные серебристые стяги Знаменитый аукционный дом Кристи Своей штаб-квартирой в Нью-Йорке Также выбрал Рокфеллер-центр Перед началом торгов часть лотов Здесь, как правило, вставляют на обозрение публики Как в музее В здании Рокфеллер-Плаза Расположена штаб-квартира компании NBCUniversal На подземных этажах небоскреба Магазины и рестораны А на вершине захватывающий дух аттракцион Смотровая площадка Top of the Rock Вершина скалы С этой точки открывается круговой обзор Смотровая площадка Top of the Rock Не самая высокая в городе Но именно отсюда, как считают многие Открывается самый захватывающий вид На Миттаун Манхэттен и Центральный парк Да и сам Рокфеллер-центр Как на ладони Ммм, вкусно Это еще и модно, между прочим Модный дом Батэга Винета в этом году Открыл предзаказ на кожаные сандалии Вот в форме вот этой японской лапши Рамен Представляешь? Я хотела заказать, но там четырехзначная цена В общем, не берем В последнее время вообще Известные модельеры и модные шефы Возводят рамен, традиционную японскую еду В ранг высокого искусства И когда речь заходит о рамен сегодня То безусловная звезда Это Айван Оркин Шеф с нью-йоркскими корнями О нем уже, конечно, рассказал Нью-Йорк Таймс Снял Нетфликс И вот Фуди Ален с ним за одним столом Мода на рамен в Токио и в Нью-Йорке началась одновременно В середине нулевых До этого рамен был такой скучной едой для рабочего класса И даже существовала шутка Что хорошие повара на исходе своей карьеры Перед тем, как покончить с собой Обязательно должны открыть раменную Привет, я Артем Байбус И сегодня я буду не просто сербать, хлюпать и умничать А поговорю с легендой рамена Айваном Оркиным О том, как американец еврейского происхождения из Лонг-Айленда Научился готовить рамен вкуснее, чем японцы И заставил говорить себе весь мир Сейчас все едят рамен И самые крутые шефы тоже готовят рамен Когда я начинал, к рамену не было никакого уважения Но я был просто очарован и заколдован После трех лет жизни в Токио Моя жена сказала Может тебе найти работу? Потому что я заботился о детях А работала она Почему бы тебе не открыть раменную? Ты только и говоришь о рамене Все, что ты хочешь, есть рамен И я открыл В большинстве раменных был замечательный наваристый бульон Но ужасная лапша Я решил разработать свою собственную лапшу И первым стал добавлять цельнозерновую муку Чтобы изменить текстуру и вкус лапши И это стало моей главной фишкой Есть рамен очень легко Главное правило Надо взять небольшое количество лапши И обязательно всасывать ее с громким, зербающим звуком Стыдиться нечего Лапша находится в очень горячем бульоне И для того, чтобы остудить этот бульон Надо обязательно всосать ее с громким звуком Очень важно, что все наши правила и предрассудки Правда, не работают Например, абсолютно корректно Взять миску и начать бить бульон Боже, как вкусно Когда я вернулся в Нью-Йорк, больше всего я не хотел звучать высокомерно О, я эксперт в рамане Сейчас покажу вам, как надо готовить правильно Нью-Йорк ненавидит таких хвостунов И я сам не люблю В целом, никто не любит тех, кто говорит, что ты ничего не знаешь и делаешь что-то неправильно Открывая свою первую раменную в Нью-Йорке, я просто говорил У меня был классный опыт в Японии И я очень стараюсь Я рос абсолютно невыносимым ребенком С обостренным чувством прекрасного Когда мы садились за стол И папа ел горящий борщ Он часто присербовал Меня просто бесили эти звуки Я каждый раз делал ему замечания Хотя не имел на это никакого права И он всегда говорил Артем, мне так вкуснее Теперь я понимаю, что папа был абсолютно прав Ты можешь стать самым известным человеком в мире При этом ресторан все равно может быть пустым Но нам все эти шоу действительно помогли Особенно с туристами У нас есть гости из Москвы, Уругвая, Бразилии или Франции Реально, со всего мира Это очень круто Нью-Йорк, если вы еще не знали Родина киборгов, людей со встроенными технологиями Их подпольная штаб-квартира находится в Европе Но здесь, в Нью-Йорке, был официально зарегистрирован Первый и единственный фонд киборгов США к ним прислушиваются Один из киборгов проездом из Барселоны Принстон в Нью-Йорке встретился с Анной Нельсом Привет, я Кай Ландре И я киборг Киборги больше не научная фантастика Они среди нас За Каем Ландре постоянно следует камера Про него снимают кино Фиксируя каждый его шаг в Нью-Йорке Он приехал из родной Барселоны По приглашению одного из самых уважаемых университетов мира Принстона Он рассказывал научному сообществу Что значит получать сигналы из космоса прямо в мозг А потом дал первый концерт, составленный из космических звуков Которые звучат в его голове Я был счастлив, что это случилось именно так Потому что когда речь заходит о подобных никому неизвестных вещах Всегда хорошо заручиться солидной поддержкой Чтобы люди начали воспринимать тебя всерьез Он родился в 2000 году и называет себя человеком времени технологий Но в его понимании технологии всегда были большим, чем мобильный телефон или интернет Скорее, неизведанной реальной возможностью Сохранились детские рисунки, на которых он всегда изображал себя парящим Над мамой, папой и братом Замечтательность не от мира сего Над ним посмеивались в школе, где в 9 лет он пытался объяснить одноклассникам устройство вселенной Я помню, когда учительница в классе рассказывала о планете Земля И помню, как я подумал О боже, какая маленькая наша планета Тогда я прямо физически ощутил, как много есть за ее пределами С земными сверстниками пути расходились все дальше Кай пытался объяснить себе систему координат галактики И тонул в книгах по квантовой физике и астрофизике Пока вдруг не открыл для себя иные миры Миры музыки Я начал писать музыку, которая в моем представлении Звучало бы, как звучит космос Все вышло из науки, но стало чем-то художественным Именно в этот момент я начал понимать, что должен скрестить науку с музыкой Встреча с Нилом Харбисоном расставила все на свои места Нил, человек с антенной, вживленной в голову Вероятно, был самым первым в мире киборгом Он с рождения не различал цвета Но, став объектом кибернетического эксперимента Смог эти цвета слышать Датчик антенны посылает сигнал о цвете в чип, имплантированный в затылок Нила Чип преобразует вибрацию в звук, который и слышит внутри себя Нил Каждому из основных цветов соответствует своя нота В Барселоне Нил вместе с несколькими единомышленниками создал Cyber Foundation Фонд киборгов Потом на какое-то время переехал в Нью-Йорк Где сообщил о себе миру, официально зарегистрировав этот фонд Чтобы затем снова скрыться в своем барселонском бункере Как киборги называют свою штаб-квартиру Когда мы ближе познакомились, они спросили меня Хочу ли я участвовать в создании нового органа восприятия Я сказал да Тогда они отвели меня в свою лабораторию Я мог видеть все, что они создали Мне составили план жизни на годы вперед С поэтапным внедрением технологии внутрь моего организма Чтобы у меня было время понять Действительно ли я хочу попасть в космос Не отправляясь в него физически Пока мир решает вопросы биоэтики Несколько технических гениев, нейрофизиологов и хирургов Бросают вызов в природе человека Воплощая в жизнь в барселонском бункере Самые фантастические идеи Кай уже носит съемный прототип устройства Которое через несколько недель будет имплантировано в его затылок И тогда он станет первым в мире человеком В чью голову напрямую будут попадать сигналы из космоса Преобразованные вот в такие звуки Это звучит как разные колокольчики Когда космические лучи достигают моей головы Если сильно упрощенно, то это работает так Это рецептор для космических лучей Чип, состоящий из разных деталей В частности здесь кремниевый фотоумножитель Который принимает сигналы из космоса Попадающие на нашу планету И трансформирует их в некий звук Этот звук, как вибрацию Я буду чувствовать через затылочную кость При помощи передатчика Я уже все это чувствую Просто пока через провода Когда устройство имплантируют, я стану беспроводным Зачем мне все это? Затем, что я был ограничен Пятью своими чувствами И создание нового, шестого Поможет мне физически ощутить Что я есть часть Этой большой картины вселенной Как только Каю имплантируют датчики Процесс станет, по его словам, необратимым Потому что даже если он когда-то захочет избавиться от них Он будет избавляться не от механизмов А от нового органа восприятия Как зрения или обоняния Иногда мне становится немножко страшно Когда я слышу повторяющиеся звуки Но в основном это красиво Мне нравится слышать пространство Я чувствую себя как антенна Как человеческая антенна Человек-переводчик космических голосов На планете Земля Он осознает, что это его ощущение Новой свободы будет сопряжено с одиночеством Ведь на свете не будет ни одного Ни специалиста, ни друга Способного понять происходящее в его голове Но он готов стать киборгом Что по его представлениям является Частью эволюции нового человека Готового по-новому изучать природу А не завоевывать ее Но почему ты вдруг плачешь? Я не знаю Я просто так долго шел К достижению чего-то подобного Что казалось нереальным И я всегда хотел попасть в космос И теперь я чувствую свою близость к нему Как никогда Перелетая из Нью-Йорка Родины киборгов в Барселону Место их штаб-квартиры Он уже не впервые покажет в аэропорту Справку о том Что все эти мигающие устройства Необходимы ему по медицинским причинам Впрочем, перемещение между городами и странами Его теперь волнуют меньше всего Я думаю про Спейс-Экс И про то, что у Илона Маска Так много прекрасных идей Которые могут помочь нам Отправиться в космос Как бы сложно это ни казалось Я еще с ним не связывался Но есть ощущение Что мы скоро познакомимся Ты думаешь, это возможно? Что я попаду в космос? Абсолютно Я не знаю, когда это произойдет Но уверен, что это случится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok